Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие! Наши эксперты, как всегда, готовы рассказать всё самое интересное. Если вы не хотите, чтобы ваши зубы стали для вас золотыми, или чтобы вам не пришлось со временем положить их на полку, прислушайтесь к советам наших экспертов. Юрист Михаил Пресежнюк и стоматолог Владимир Береговой прямо сейчас помогут вам сохранить ваши деньги и зубы. Здравствуйте, уважаемые эксперты! Здравствуйте! Стоматология, пожалуй, одно из самых дорогостоящих направлений медицины. А там, где большие деньги, есть желание заработать их. И не всегда честным способом. К сожалению, пациенты, попадаясь на уловки недобросовестных медиков, тратят деньги зря, не улучшая состояние своей ротовой полости и зубов, а только ухудшая. Очень часто бывают ситуации, когда пациенты попадают уже с осложнениями какого-то вида лечения, а осложнения всегда финансово и морально затруднительнее лечить. Изначально рекомендуется подобрать стоматолога правильного. А как это сделать, мы сегодня будем разбираться. Мы разберем, как не попасть на крючок недобросовестных стоматологов. А еще расскажем, как можно добиться того, чтобы ваши зубы пролищили повторно совершенно бесплатно. Также мы разберем, обязательно ли платить за услугу, если вы о ней не знали. И на что нужно обращать внимание, когда приходите в частный стоматологический кабинет. На форум нашей программы приходит огромное количество обращений, связанных со здоровьем зубов. И сегодня, для того, чтобы ответить на самые распространенные вопросы, мы воспользуемся вот этой челюстью. Мы с Владимиром уже как-то встречались около нее. Да, 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 мы с ней знакомы. И помогли нашим зрителям разобраться, как правильно ухаживать за зубами. Сегодня в этой челюсти не хватает трех зубов. И это связано с тремя самыми распространенными вопросами, которые пришли от вас. Мы будем постепенно на эти вопросы отвечать и возвращать каждый раз зуб на место. В итоге получим здоровую челюсть. И у нас первое письмо от Ольги из Днепропетровска. Здравствуйте. Недавно моя мама пошла удалять зуб. После процедуры выяснилось, что вместо простого рентгена больного зуба ей сделали круговой рентген обеих челюстей, который в 10 раз дороже. Попутно еще и запломбировали рядом прилегающий зуб. А за то, что врач увидел дырочку на рентгене, она должна была заплатить как за дополнительную консультацию стоматолога. В итоге назвали астрономическую сумму за все. Что сделать, чтобы такого не допустить? И можно ли не платить, если тебя не предупредили об оказанной услуге? Пациент, когда попадает в клинику, у него настолько уже все это наболело, намучило, что он готов пойти на все, чтобы лишиться этой боли. Недобросовестный врач под шумок может еще ряд процедур навязать. А может быть, врач действует даже из лучших побуждений, но не всегда это совпадает с желанием и возможностями пациента. Абсолютно верно. Мы рекомендуем до того, как проводить какие-то процедуры, ознакомиться с финансовым планом этих процедурных. Потому что, да, человек попадает на удаление, врачу нужен какой-то спектр необходимой информации для того, чтобы это удаление провести. Это осмотр, сбор анамнеза и, возможно, дополнительные виды исследования в виде рентгена. После этого врач делает заключение свое и уже дает диагноз и дает варианты лечения. Если вы не знаете о том, сколько эта процедура должна стоить до того, как ее выполнили, вы имеете право за нее не платить. Махинации обычно происходят с теми клиентами, у которых есть деньги. Если вы не договаривались о данной услуге, если вы не готовы финансово оплачивать что-либо, что вы не заказывали, вы имеете право не оплачивать эту услугу. Так и заявите тому, кто требует с вас деньги. Наилучший вариант – это оплатить услугу перед ее получением. Тогда вы обезопасите себя от каких-то неприятных неожиданностей. Ответ на вопрос дает нам право вставить зуб на место, то есть сделать его реставрацию, чем мы и займемся. Так уже гораздо лучше. Следующий вопрос на нашем форуме от Каролины из Черновцов. Здравствуйте. Выпала пломба, и половина зуба раскрошилась. Стоматолог предложил нарастить зуб, но я сомневаюсь, что на том гнилом пеньке, который остался, долго продержится этот нарученный зуб. Не хочется напрасно выбрасывать деньги. Может, лучше его совсем вырвать? Это в корне неправильно. Это отголоски советской стоматологии. Давайте вырвем то, что нам мешает. Гораздо чаще, сложнее поставить что-либо на место. А поставить на место обязательно надо, потому что происходит смещение зубов, происходит деформация челюстей, идут осложнения на мышцы, на составы, нарушаются жевательные эффективности. Поэтому, если есть возможность сохранить зуб, нужно бороться за его сохранение. Но нужно это делать со здравым смыслом. Наращивание. Это же дорогостоящая процедура. Среди моих знакомых есть люди, у которых это произошло не самым удачным образом. Я помню своего товарища, у него в самом неподходящем момент за стулья, он что-нибудь съедал и выпадал зубик. И он брал его так, тюк, и обратно вставлял. Вот это же из-за того, что неправильно сделали? Я думаю, что да. Мнимо кажется, что сейчас нужно потратить какую-то энную сумму для того, чтобы этот зуб реставрировать. Эта сумма, конечно же, будет немаленькая. Но если мы растянем это во времени, то реставрированный зуб прослужит нам еще 5, 10, может быть, 20 лет, и не будет никаких проблем. Если же мы это не сделаем, мы удалим этот зуб гораздо дешевле, но в процессе у нас пойдут осложнения, которые потом нужно решать. Либо вставлять имплант, либо опиливать соседние зубы и делать мастовидный протез для того, чтобы восстановить отсутствующий зуб. В итоге это получится гораздо дороже, чем сохранение своего зуба. Чувствую уже себя на приеме у стоматолога. Но Каролина конкретно спрашивает. Гнилой пенек, который остался от зуба, и предложение зуб нарастить. Тут стоматолог действует правильно? Как раз был употреблен Каролиной термин пенек, и нам потребуется наш макет для того, чтобы мы разобрались, какие есть методы наращивания, что можно с этим делать, и когда нужно воспользоваться этим методом. Угу. Тут целых три пенька. Почему пенек? Потому что у пенька также есть корневая система и есть подобие коронковой части зуба, то есть самого пенька. В первом варианте у нас зуба разрушены немного. Небольшая полость есть, которую нужно восстановить. И восстановить ее можно несколькими способами. Есть так называемый прямой способ реставрации. Врач может сделать с помощью современных фотополимерных материалов хорошую реставрацию, которая восполнит отсутствующую часть зуба и даст ему возможность и жевать, и функционировать, и при этом не ощущать болезненных ощущений. Это выглядело бы вот так. То есть это просто поставили качественную хорошую пломбу и таким образом реставрировали зуб, да? Абсолютно верно. В другом варианте, если зуба отсутствует больше, либо наш пенек отсутствует полностью, то мы вынуждены обращаться к помощи лаборатории. Мы получаем оттиск, то есть слепок ваших зубов, передаем его в лабораторию, и там уже делается либо часть зуба, либо полный зуб. И мы его уже в полость рта вклеиваем в клинике. Если зуб не живой, в нем уже пролечены каналы и отсутствует значительно видимая часть, коронковая часть зуба, то есть наш пенек, то в корень нужно вставить штифт, который укрепит корневую систему зуба и восполнит его наружную часть. И потом уже можно будет одеть на него коронку, полноценный пенек. Вот таким образом из лаборатории приходит готовая коронковая часть зуба. И вот таким вот образом он бы восстанавливал отсутствующую часть зуба. В итоге мы имеем два восстановленных зуба разными методиками. А вот это наращивание зуба, о котором говорила Каролина в своем обращении, это вот этот второй вариант? Да, абсолютно верно. Это наш второй вариант. А это тогда совсем запущенный? Корневая система данного пенька уже разрушена. К сожалению, его участь только удаление. И сейчас мы поговорим о том, какой самый современный и самый правильный способ восстановления удаленного зуба. На сегодняшний день это метод имплантации. Это когда свой корень удален, и на его место устанавливается искусственный корень в виде импланта. Это искусственный корень, который будет нести на себе нагрузку, а на нем мы построим такой же красивый пенек, который визуально ничем не отличается. Вот этот тот самый искусственный корень, который мы устанавливаем взамен разрушенного и удаленного корня зуба. То есть это винтик, который вкручивают в десну? Все правильно, только в кость, потому что должна быть жесткая опора. После приживления импланта происходит на протяжении 3-6 месяцев. Мы уже с помощью лаборатории изготавливаем красивый полноценный пенек-зуб. Вот наша красивая работа из лаборатории. И вот таким образом мы ее устанавливаем в полость рта. А по стоимости вот такое наращивание однозначно дороже, чем предыдущий вариант? То есть она в десятки раз дороже, чем сохранение своего зуба. Это еще один стимул регулярно посещать стоматолога. Вот мы и определили самый оптимальный метод восстановления зубов. Это сохранение своих зубов методом реставрации. Итак, Надюш, наш совет. Нужно рассмотреть все варианты сохранения зуба. Когда Владимир рассказывал, как происходит сохранение зуба или его реставрация, я вспомнил историю про одного моего товарища, который считал себя безумно красивым. Он ходил в спортивный зал. У него было неимоверное количество девушек, все время разное. И самое главное, что было в его жизни, самое большое богатство, это его волосы и его улыбка. Белоснежная улыбка. И вот это чудо идет с невероятной красоткой на каток. Ну, кататься, естественно, он не умеет. И корова на льду выглядит гораздо интереснее, чем он. Катаясь, он падает и ломает себе два зуба. Его это привело все в такой ужас, потому что все врачи сказали ему, да ради бога, вырви и забудь, ты мужик. Так. Он запил. Для 18-летнего парня запить – это сломать себе всю жизнь. Но нашелся стоматолог, который ему предложил, давай попробуем нарастить. И сделал именно то, о чем рассказывал Владимир. Ну, шутки шутками, но они дружат уже более 15 лет с этим стоматологом. И Олешкина волшебная улыбка продолжает оставаться волшебной. После чего он женился, у него двое прекрасных детей. Так вот, друзья мои, давайте прислушаемся к Владимиру. Нужно избрать наиболее подходящий вариант, а перед этим рассмотреть все возможные, а не ходить, как наш макет, без зуба. Давайте закрепим этот опыт, а заодно и зуб в челюсти. Осчастливим нашу челюсть так же, как Олешку осчастливил и его стоматолог. Верхний ряд зубов восстановлен, но пробелы еще есть. И я вижу интерес в ваших глазах и даже руки тех, кто хочет задать вопрос нашим экспертам. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Даша, моей дочери 5 лет. У нее очень болит зуб. Мой стоматолог посоветовал ей поставить пломбу. Но зуб молочный, и все равно он должен выпасть. Стоит ли это делать? Молочные зубы – это прототип постоянных зубов. Возможность человеку научиться жевать, научиться чистить зубы, научиться пользоваться этими зубами. Молочные зубы нужно лечить. Нужно определиться со сроками, когда они будут меняться. Если этому зубу несколько месяцев еще осталось жить, возможно, нет смысла вкладывать в него деньги. Но учитывая, что зритель сказал, что ребенку 5 лет, постоянные зубы у нас прорезываются в возрасте от 6 до 14, а иногда и 18 лет. Молочные зубы нужно лечить. Молочные зубы лечат специфически. У них быстрее распространяются все эти бактерии, быстрее формируется кариес, он быстрее растет. Поэтому при наличии малейшей дырочки сразу есть необходимость бежать к стоматологу. Молочные зубы ставят специфические пломбы. Они не такие красивые, но они более благоприятно действуют на зубы и ткани, окружающие зуб. Ну а если все-таки не лечить молочные зубы? Очень много может быть осложнений, все те же, что и у взрослых. Все там могут быть различные гнойные воспаления в виде флюсов, отеков. Это могут быть мучительные боли, которые ничем не снимаются. Если мы потеряем уже зуб, то его нужно удалять. Нужно делать анестезию маленькому ребенку, наносить психологические травмы. При удалении зубов возникает необходимость держать место, потому что тут должен вырасти постоянный зуб. Либо же смещаются зубы и начинается еще ряд новых проблем. Это ортодонтическое лечение в раннем возрасте, пластины, удерживание мест, расширение челюстей. Дети часто терпят боль. У них осталась психологическая травма еще от советских стоматологов, когда привязывали к креслу. У меня была история такая, что моего брата повели, он говорит, я помню, как это было. Когда меня привязали ремнем, и я этот ремень им разорвал. Настолько я боялся, что мне придется лечить эти зубы. Такие же истории есть у многих сегодняшних пациентов, которые лечились еще тогда. Часто задаваемый вопрос, когда же нужно вести ребенка к стоматологу. Наличие зубов во рту подразумевает, что их может обследовать врач-стоматолог. У нас есть ряд маленьких пациентов, которые боялись зайти в клинику. Потом они все-таки зашли в клинику, и сейчас они говорят, мама, а можно мне что-то полечить? Или я буду есть конфеты специально, чтобы у меня была дырочка, чтобы пойти к своему стоматологу и что-то сделать с моими зубами? Какой хороший повод есть конфеты. Какая прелесть. А у вас еще есть вопросы. Пожалуйста, вы можете задать вопрос. Добрый день. Меня зовут Светлана. Мне порекомендовали стоматолога. Услуги довольно-таки качественные, цены приемлемые. Но меня смущает то, что он принимает дома, в отдельной комнате. На что нужно обратить внимание, какие документы нужно требовать и стоит ли доверять такому специалисту? В первую очередь обратите внимание на то, есть ли уголок потребителя. И он обязательно должен быть в частном стоматологическом кабинете. Там должны быть документы. Копия свидетельства про государственную регистрацию, лицензия, книга жалоб и предложений, санитарные правила, перечень услуг, которые оказываются. И очень важно, это прескурант, который обязательно находится в этом уголке. Если его там нет, я всегда задумываюсь. Для меня очень важный момент, когда пишут, что цена договорная. Если стоматологический кабинет работает больше двух лет, там обязательно должен быть аккредитационный сертификат. Потому что первая аккредитация происходит по истечению двух лет. Санитарные нормы, соблюдаются ли они? Есть ли одноразовые перчатки? Вскрываются ли инструменты из одноразовых пакетов? В каком состоянии находится то место, где вам собираются лечить зубы? Некачественная обработка инструмента может привести к очень неприятным и зачастую очень страшным последствиям. Такие заболевания, как туберкулез, спид, эндокардит, эти все вещи могут передаваться с помощью инструмента. Важно, чтобы это были стерильные инструменты, это были разовые перчатки, разовый набор для каждого пациента. В ряде клиник, где есть отдельная позиция, она недорогая, она стоит порядка 20-50 гривен. Это разовый набор для пациента антиспид. Да, я, кстати, видел такое. Также стоит обратить внимание на наличие сертификата, потому что стоматология – такая наука, которая развивается шагами, ну, очень большими. Если человек хотя бы год не посещал каких-то современных курсов, семинаров, он, возможно, уже в чем-то отстает. Поэтому важно посмотреть или спросить у врача, как часто он ходит, на какие семинары он ходит и что он делает. Стоматологический кабинет может размещаться даже в жилом доме. Если там есть рентген-кабинет, то они работают незаконно, потому что по законодательству рентген-кабинет не может соприкасаться с жилым зданием, либо с каким угодно помещением, кроме больниц и клиник. Если все это соблюдено, спокойно может лечиться. Есть еще одно пустое место, еще один зуб, который очень скоро в этом месте появится, потому что пришло время узнать, как можно добиться бесплатного лечения зубов. И поможет нам в этом вопрос от Николая из Одессы, который он отправил на наш форум. Добрый день. Поставил пломбу, а она выпала через три месяца. Очень обидно, ведь обошлось мне это в 500 гривен. Врач говорит, это из-за моих особенностей прикуса. Можно ли заставить бесплатно перепломбировать зуб? Спрашивает Николай. Я думаю, заставлять никого не нужно, но любой врач-стоматолог обязан выдавать определенные гарантийные условия на свои процедуры. Есть ли какие-то законодательные сроки гарантии? Есть обязующие нас государства по сроке гарантии. Если это пломба химического отверждения, так называемая стеклономерная пломба, это от трех до шести месяцев. Если это уже высокотехнологическая фотополимерная реставрация, либо керамическая реставрация сделана в лаборатории, то это год гарантийного обслуживания. Коронки, мастовидные протезы, у них идет год абсолютной гарантии и три года техобслуживания. Если в течение трех лет у вас отклеился этот зуб, то его безвозмездно приклеят на место. Если же он сломался по истечению года, но в этот срок, то переделывается он уже за счет пациента. Если что-то происходит с вашим зубом на протяжении гарантийного срока, вы имеете право обратиться к своему стоматологу и совершенно бесплатно перелечить зуб. На лечение каналов гарантия также распространяется. Но тут нужно понимать, что гарантийные обязательства – это двухсторонний договор. Врач дает свои гарантии, но пациент обязуется выполнять ряд условий, при которых гарантийные условия сохраняются. Если же он их не выполняет, то срок гарантии обрывается. Если что-то происходит в течение гарантийного срока, вы спокойно, без каких-либо проблем, возвращаетесь к стоматологу, предъявляете ему товарный чек, либо чек об оказании услуги. Он меня часто спрашивает, ну хорошо, там частная клиника, понятно, мне выдали там чек, я с ним возвращаюсь. А если это государственная клиника, я возвращаюсь к врачу, а он мне скажет, я вас в первый раз в жизни не вижу. Здрасте, а карточка? В государственной, Надюша, абсолютно права, в государственной клинике у вас есть медицинская карточка, так в ней раз и навсегда будет записано, что в этот день, этого числа вам делали зуб. Это и есть гарантия. Так вот, спокойно возвращайтесь к стоматологу, предъявите ему чек об оплате данной услуги и скажите, что данная услуга оказалась некачественной, либо что-то пошло не так. И я уверен, что он вам абсолютно бесплатно починит ваш зуб. То есть это касается и государственных, и частных клиник? Да, безусловно. Но если пациент после того, как ему поставили пломбу, на радостях стал, например, колоть орехи зубами, пломба вылетела или повредилась, он возвращается к врачу через неделю и жалуется, что, мол, некачественно поставил. Это гарантийные обязательства, которые должен выполнять пациент. Пациент обязан ухаживать за своей полостью рта, потому что если там не было зубной щетки, то это тоже может укоротить срок службы нашей реставрации. Если пациент говорит, доктор, вы поставили вот мне пломбу, а у меня она выпала. Но если она выпала благодаря тому, что ты боксер, то извините. А твердая пища является тоже таким ограничением? Нет, твердая пища – это есть норма, потому что полость рта создана для того, чтобы пережевывать эту пищу. Бывают ситуации, когда врач выбрал неправильную тактику лечения. Зуб требовал непрямой реставрации или покрытия коронкой. А мы сказали, ну давайте восстановим зубчик пломбой. Бывает такое, что мы идем на компромисс с пациентом, мы его об этом предупреждаем. Зачастую мы даже берем подпись, карточку, что мы предупредили, мы проговорили, но пациент выбрал именно такой план лечения ввиду каких-то своих соображений. Это уже под гарантию не подпадает. Также общее состояние организма, на которое тоже может влиять, мы не можем на него воздействовать. Если пациент заболел какими-то заболеваниями, которые влияют на состояние полости рта, либо он употребляет медикаменты, которые не очень хорошо влияют, эти все вещи могут снять гарантийные обязательства со стоматолога. Всегда мастер адекватно оценивает свою работу. Он дает тебе ту гарантию, в которой он уверен. Я тебе могу сказать по аналогии. У меня человек дома сделал лестницу деревянную. И мы с женой думали там какие-то коврики стелить, чтобы собака не поцарапала. Он говорит, какие коврики? Я тебе на этот лак даю гарантию. Я говорю, Коль, не может быть, поцарапается. Он говорит, я отвечаю за свою работу. Десять лет ты об этом не думаешь. Ну что мы не делали с этой лестницей, она не царапается абсолютно. Проверяли. Поэтому помните, если человек действительно уверен в своей работе, он дает ту гарантию, в которой он уверен. Доверяйте своему врачу. Если нужно перелечить зуб, то обязательно обращаться в ту же самую клинику, для того, чтобы это сделали бесплатно? Только та же клиника, которая давала гарантию, та же клиника может эту гарантию реализовать. Если же пациент пойдет в другую клинику, он таким образом снимает уже гарантийные обязательства. Потому что кто его знает, что там делалось и как делал это другой оператор. Гарантийные обязательства не распространяются на процедуры, которые делаются периодически. Например, это профессиональная гигиена полости рта, то есть чистка. Ну, как на нее сделать гарантию? Она сколько-то времени должна служить. Либо это процедура отбеливания зубов. Тоже зубы отбелились, это есть результат. А как быстро они потемнеют, зависит от того, как пациент будет ухаживать за зубами. Будет он потреблять красящие вещества в виде красного вина, кофе, чая, курить. Бывает ситуация пренеприятнейшая, когда после лечения зуба зуб все-таки болит. Вот моей подруге пломбу поставили. И это продолжалось у нее на протяжении двух недель. В таком случае она имеет право на долечение, выяснение причин, и стоит ли платить за это. В зубе есть орган, и мы делаем этому органу какую-то микрохирургическую операцию. И удаляем некротизированные ткани, восстанавливаем. И как любой орган, он имеет право какое-то время дать о себе знать. Это редкость, но это может быть. Тут важно смотреть на динамику. Мы всегда отпускаем человека, говорим, сегодня зуб может дать о себе знать. Завтра он будет проходить, если не завтра, то лучше, лучше, и в течение недели вы забудете о том, что мы там были. То есть неделя, а у нее две. Если же есть динамика в сторону негатива, начинается больше болеть, или начинается чаще болеть, или невозможно накусить, есть несколько вариантов. Возможно, произошла какая-то ошибка на этапе пломбирования. Попала либо жидкость, либо пора образовалась, либо же врач выбрал неправильную тактику лечения. Этот зуб уже требовал удаления нерва. Но мы сказали, давайте попробуем сохранить. Мы всегда хотим сохранить все свое. И часто именно на этих этапах зубы выстреливают. И есть стопроцентное понимание того, что нужно нерв удалять, и тогда возвращаться к реставрации, о которой мы с вами говорили. С помощью штифта и коронки. Если выяснилось, что врач выбрал не очень правильную тактику, то кто будет платить? Врач. Добросовестный врач всегда сам скажет, что произошла ошибка. Я всегда предупреждаю своих пациентов. Я им объясняю, что мы медики, мы врачи, мы не математики и не физики. У нас 2 плюс 2 не всегда равно 4. Иногда бывает чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда. Поэтому случаются осложнения. Это надо понимать пациенту до того, как он начал лечиться. Если же что-то происходит, конечно, врач обязан за свой счет переделать и сделать все настолько качественно, насколько это возможно. У меня зубы начали болеть от твоего рассказа. Нет-нет, давай достанем совет, прикрепим его, и с этой челюстью станет все в полном порядке. Так, наш совет. Сохраняйте чек и лечитесь бесплатно во время гарантийного срока. А теперь Владимир немного поработает стоматологом. Имплантация произошла предварительно, все уже прижилось. Сейчас мы ставим только коронковую часть зуба. Благодаря вашим советам и знаниям наших экспертов, челюсть приобрела вполне здоровый вид, напоминает счастливую улыбку. Вовремя и правильно лечить зубы – это значит не только сохранить их здоровье и белоснежную улыбку, но и сэкономить деньги, что тоже, согласитесь, очень важно. Спасибо вам огромное за советы. Привет, YouTube! Будь внимателен к своему здоровью, а мы всегда подскажем, на что обращать внимание. Подписывайся на видеоканал шоу «Все будет добро» и будь здоров! Спасибо за просмотр!